Земля. Гид для путешественников. Земля. Границы Южной Африки. Здесь, на границах Зимбабве, Замбии, Намибии и Ботсваны, встречаются и свободно сосуществуют самые разные формы жизни. Я собираюсь попутешествовать по этим странам, чтобы увидеть бескрайние просторы Южной Африки. А начнется мое путешествие у водопада Виктория. Меня ждут не только красоты дикой природы, но и захватывающие приключения. Бескрайние просторы Южной Африки. Часть первая. Водопад Виктория. Голос Африки. Я отправляюсь к границам Южной Африки, где земли полны первобытной энергией. Мое путешествие начнется здесь, в столице Зимбабве, Хараре. Отсюда я отправлюсь к приграничным территориям Зимбабве, Замбии, Намибии и Ботсваны. Но моя первая цель – это Хараре. Зимбабве – государство, расположенное в центральном регионе Южной Африки. По размеру Зимбабве в четыре раза больше Кореи. И здесь не так уж и жарко, потому что примерно четверть территории – это Нагорье высотой около километра. Столица Хараре находится в северо-восточной части Зимбабве. Изначально этот город был построен в качестве базы британских колонизаторов. В наши дни Хараре является политическим, экономическим, культурным и транспортным центром Зимбабве. Город называется Хараре. Это столица Зимбабве. Он будет моей отправной точкой, откуда начнется мое путешествие по приграничным землям. Это здание было построено в 1930-х годах. А этот дом построили в самом начале 20 века. Старинные постройки здесь стоят бок о бок с современными зданиями. Хараре показался мне современным городом, где классическая архитектура соседствует с хай-теком. На самом деле, не так давно государство Зимбабве было печально известно своей инфляцией. В новостях показывали людей с пачками денег, на которые можно было купить всего лишь одно яйцо. Но, к счастью, теперь эта история осталась далеко в прошлом. Я обратил внимание на рыночных торговцев. Их выкрики поймет любой. Налетай, выбирай. Как торговля? Сейчас. Нормально. Я ничего не знаю про экономику Зимбабве, зато я знаю, что у нас никаких проблем нет. Все отлично. Было время, когда стоимость зимбабвийского доллара катастрофически упала из-за экономического спада. Три яйца тогда стоили миллиард зимбабвийских долларов. Сейчас здесь в ходу доллара США. После инфляции стоимость местной валюты резко упала, и государство ничего не могло с этим сделать. Сейчас здесь официально в ходу американские доллары, а прежде здесь печатали банкноты в триллион долларов. Спасибо. Пока. Возможно, экономика Зимбабве смогла встать на ноги только благодаря оптимизму местных жителей. На выезде из Харара меня ожидает захватывающий вид. На смену зеленым полям, синему небу и белым облакам приходит чрезвычайно интересный горный пейзаж. Мы находимся на окраине Харары. И здесь я уже наблюдаю высокие каменистые горы. Я слышал, что здесь есть наскальные рисунки тысячелетней давности. Давайте их поищем. Снизу горы оказались пологими. На самом же деле это не так, и подъем оказался нелегким. Это один большой камень. Представляете? Это место называется Нгома Курира, что на языке шона означает звук барабанов. Здесь проводились священные ритуалы. Похоже, на этой скале хозяйничают вовсе не люди. Я впервые вижу столько обезьян в дикой природе. Мне они кажутся странными, но я не сомневаюсь, что для местных это явление в порядке вещей. Зачем люди поднимались так высоко, чтобы что-то нарисовать на скале? Может, они знали, что через тысячу лет кто-то будет рассматривать их рисунки? Видите эту скалу? Громадина! Похоже на половинки гигантской картофелины. Древние люди оставили свои рисунки на этой природной канве. Интересно, что же они рисовали на этих огромных скалах? Наконец-то забрался. Этим рисункам около тысячи лет. На них изображены животные, обитавшие здесь тогда. Люди, а также сцены охоты и бытовые сцены. Эти рисунки оставили люди народа сан, известные также, как гушмены. Этот народ обитал в Южной Африке более тысячи лет, занимаясь охотой и собирательством. Это ведь лук, да? Здесь изображена сцена древней охоты. Но эти петроглифы отображают не только сцены охоты и повседневной жизни. Они также показывают нам религиозные ритуалы, сцены исцеления и молитвы об изобилии. Эта огромная скала донесла до нас подробный рассказ о жизни доисторического племени. Послушав шепот духов, сохраненных в наскальных рисунках, я отправился к водопаду Виктория. Водопад Виктория относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. Он находится к западу от Хараре, на границе двух государств – Зимбабве и Замбии. На входе в национальный парк на нас спустилась плотная дымка. Я ускорил шаг в нетерпении увидеть, что же она скрывает. Интересно, какое зрелище встретит меня? На входе в национальный парк туристов встречают традиционным танцем. Будоражащие ритмы Африки пробуждают сердца туристов. У меня получится? Я решил присоединиться к их танцу. По-моему, получилось неплохо. Первобытная энергия этого ритма как будто бы пробудила что-то внутри меня. Нам как будто подарили заряд энергии перед тем, как мы увидим водопад Виктория. Сопровождаемый звуками музыки, я направился к водопаду Виктория за новым зарядом бодрящей энергии. Дымка от водопада? Да, от него. Агул идет от главного водопада. Чувствуешь влагу? Да. Это тоже от водопада. Несмотря на солнечный день, все посетители парка носят дождевики. Хотя дождя нет. Просто над парком держится влажная дымка от водопада. Это такие мелкие брызги. Для леса, в которые мы попадаем сразу после касс, сезон дождей наступил уже давно. Это место называется купелью или оком дьявола. Да. Правда? Пройдя через влажную завесу, я попал на первую смотровую площадку водопада. Наконец-то я вижу водопад Виктория. Сквозь туманную дымку я смотрю на водопад. Он настолько огромен, что кажется нереальным. Я много где путешествовал и видел разные водопады. Каждый из них произвел на меня впечатление и был по-своему прекрасен. Но этот... Как будто все водопады соединились в один единственный. Класс. И это ведь только начало. Истоки реки Замбези, несущей свои воды через Южную Африку, лежат в нагорьях Анголы. На своем пути река встречает гигантский провал. И ее воды срываются вниз. Ширина этого водопада более полутора километров. От воды, обрушивающейся со 108-метровой высоты, в воздух поднимается облако мельчайших брызг. И это прекрасное явление существует постоянно, все 365 дней в году. Я перехожу к смотровой площадке, находящейся вдоль скалы напротив водопада. Брызги от водопада становятся все сильнее. Такое впечатление, что я попал под сильный ливень. Из всех потоков, на которые делится Виктория, главный водопад выделяется размерами и многоводностью. От грохота водопада у меня по всему телу побежали мурашки. В феврале и марте, когда уровень воды в реке достигает пика, через этот водопад за минуту проходит 500 миллионов тонн воды. Человек кажется таким маленьким в сравнении с матушкой природой. Я глубоко тронут, и мне очень сложно передать свои ощущения обычными словами. На запрос о водопаде Виктория поиск выдаст сотни фото. Мои снимки тоже будут среди них. Но ни один из снимков не передаст мне. Всю полноту присутствия здесь, под брызгами этого водопада. Влажная дымка, поднимающаяся над водопадом, окутывает парк, как будто даря успокоение всем его обитателям. Я чувствую столько энергии. Энергии? Да. Тебе здесь нравится? Да, здесь влажновато, но эта красота того стоит. Водопад Виктория входит в тройку крупнейших водопадов в мире, наряду с североамериканским Ниагарским водопадом и южноамериканским водопадом Игуасу. Неописуемый грохот водопада оглушает, кажется, будто он хочет поглотить весь мир. Местные жители дали водопаду другое имя. Моси-уа-тунья – гремящий дым. По-моему, отличное название. Местные жители – гремящий дым. Водопад Виктория обрушивается мощнейшим каскадом, создавая вокруг себя сильную энергетику. Величественный водопад находится прямо на границе Зимбабве и Замбии. Видите людей? Вон там. Это территория Замбии. А это Зимбабве. Есть нечто романтичное в том, что два государства разделяют водопад, а не забор с колючей проволокой. Но Зимбабве и Замбию соединяет не только водопад. Мост через реку, вытекающий из водопада, тоже соединяет эти два государства. Мост был построен в 1905 году в рамках британского проекта постройки железных дорог в Африке. Здесь же находится еще один особенный аттракцион. Я перешел границу Зимбабве и сейчас направляюсь в сторону Замбии, потому что на мосту водопада Виктория обустроена знаменитая площадка для прыжков банджи. Посмотрим на нее. А может быть, даже я прыгну. Я иду туда именно, чтобы прыгнуть. Видите, мост находится вон там. Сюда стекаются любители острых ощущений, и я тоже решил причислить себя к ним. Когда еще у меня будет возможность прыгнуть с банджи, если не сейчас? Билет на прыжок. Привет. Привет, как дела? Нормально. Пожалуйста, распишитесь здесь. Я расписываюсь в том, что ознакомился с техникой безопасности. Сейчас меня взвесят. Меня взвешивают, чтобы верно рассчитать длину троса. Встаньте на весы. Точные расчеты чрезвычайно важны, ведь от этого в прямом смысле зависит моя жизнь. Готово. Идите на площадку и прыгайте. Ладно. Ну вот, теперь я готов. Я направляюсь к платформе для прыжков. Кажется, я только начинаю это осознавать. У первобытных племен такой прыжок был частью обряда инициации. Мальчики должны были пройти его, чтобы стать настоящими мужчинами. Возможно, именно этого прыжка мне и не хватало все это время, чтобы стать настоящим мужчиной. Посмотрим, насколько это страшно. Я так себя пытаюсь убедить, что нужно прыгнуть, но пока не получается. Вот с этой платформы мне предстоит прыгнуть. Она установлена на высоте 111 метров и считается одной из самых высоких в мире платформ для прыжков банджи. Люди прыгают в пропасть, доверив свою жизнь тросу. У меня от одного их вида голова кружится. Я вообще смогу это сделать? Это просто потрясающе. Словами не передать. Каких-то сто с небольшим метров, а столько адреналина. Вот, опять кто-то прыгнул. Наконец пришел мой черед, и мне нужно взять себя в руки и выйти на платформу. В голове проносятся сотни мыслей. У меня лицо покраснело, да? Я пока шел сюда, все время повторял, я это смогу, смогу. Да кто это вообще придумал? Ну все, пока. Я собираюсь с духом, чтобы сделать шаг вперед, но мои ноги вдруг оттяжелели. Стоп, 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 секундочку. Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Готов? Давай уже, пошел. Я готов. И вот, наконец. Вот так. Я готов. Готов? 5, 4, 3, 2, 1. Банджи! 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, quir types. Готово! Готово! 1, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 48, 9, 9, 10, 12,. Трепет и волнение охватывают все мое тело. И это так здорово. Ощущая на лице речной бриз, я чувствую невероятную свободу. Я как будто превратился в птицу и теперь лечу в небесах. Чувства, которые я испытал, невозможно представить, пока сам не испытаешь ощущение полета по воздуху на одном единственном тросе. В этот момент я испытал одновременно величайший страх и острую радость жизни. Эти ощущения стоит пережить хотя бы раз в своей жизни. В момент самого прыжка я глаза закрыл. А когда открыл их, меня охватило чувство, что весь мир принадлежит только мне. Я прыгнул оттуда. Есть и другие способы испытать острые ощущения. Например, сплавится по реке Замбезе через каньон у подножья водопада. Водопад обнаружил доктор Ливингстон. Да, давно это было. Водопад Виктория был открыт в 1855 году доктором Ливингстоном, миссионером и путешественником, исследовавшим реку Замбезе. Я собираюсь повторить его путь. Современные искатели острых ощущений считают этот каньон одним из лучших мест для сплава. Местные гиды, с которыми мы сплавляемся, поют для нас, делая наши приключения еще более радостным. Я решил спеть ответную песню. Я ехал на автобусе, теперь я плыву на лодке. У меня промокли волосы и одежда. У меня мокрые руки и волосы. Местные почти сразу же подхватывают мою песню. Такое впечатление, что чувство ритма у них в крови. Музыка поистине универсальный язык для всех. Идет дождь, а нам все равно весело. Длина этого каньона 22 километра. И нам предстоит пройти 22 порога. Течение здесь стремительное и беспощадное. На сплаве обычно много людей. Здесь царит совершенно особая атмосфера. Предвкушение приключений. А еще здесь очень красиво. Посмотрите. Один, два, три. Один, два, три. Наконец мы добрались до стремнины. В этом каньоне энергетика реки Замбези особенно будоражащая и мощная. Мы еще в начале пути, но нам уже приходится не сладко. Пороги появились внезапно, не дав нам ни минуты на психологическую подготовку. В скачущей лодке удержаться не так-то и просто. И это был лишь первый порог на нашем пути. Чем дальше мы плывем, тем чаще нам попадаются пороги. Я как будто попал в стиральную машину. В лодке я удерживаюсь лишь каким-то чудом. Но, проходя эти пороги, я осознал нечто важное. Не нужно пытаться их покорить. Лучше просто отдаться речному потоку. Чтобы пройти порог, нужно понять течение. Теперь это течение мне нипочем. Раз, два, три. Ливингстон, пройдя по этой реке, открыл жемчужину Африки, водопад Виктория. Мне же эти бурные воды открыли жизненную мудрость. Я чуть не выпал из лодки. Напоследок я решил искупаться. Наконец-то я смог расслабиться. Хорошо. Все мои страдания от прохождения порогов закончились. И сейчас мне очень хорошо. Здорово. Это ни с чем не сравнимое чувство умиротворения. Я смог испытать только здесь. В джунглях, окружающих водопад Виктория, меня ждет новое приключение. Здесь можно прогуляться вместе со львами. Я даже мечтать не мог о том, чтобы прогуляться со львом, царем джунглей. Какими бы ручными ни были львы, они все равно остаются дикими зверями. Поэтому нас сопровождает вооруженный гид. Вон там, впереди. Мое сердце громко стучит от страха и от предвкушения. Неподалеку я вижу льва, сидящего на земле. Львы появились раньше, чем я предполагал. Однако я не тороплюсь к ним приближаться. Если вы почувствуете, что лев смотрит на вас, и вам страшно, пожалуйста, не убегайте, а протяните палку к его пасте. Тогда он поживет палку, а вас не тронет. Понятно? С помощью этих палок львов тренируют с самого детства. Поэтому без палки ко львам лучше не подходить. Кто-то набрался смелости и погладил льва. Мы гуляем со львами, но они остаются дикими зверями. И я не решаюсь погладить их, хотя мне этого очень хотелось. Я понимаю, что они чрезвычайно опасны, хотя и кажутся совсем ручными. В конце концов, лев – это ведь царь джунглей. Не правда ли? Посмотрим. Может быть, поглажу. Наконец-то я решаюсь погладить льва. Можно погладить? Его мех оказался мягче, чем я думал. Я немного привык, и теперь мне кажется, что я просто гуляю с собакой. За последние 40 лет популяция львов значительно уменьшилась. Понимаете? Вот этих вот львов, особенно африканских львов. Численность их популяции упала. Мы открыли львиные заповедники, и теперь численность львов во всем мире потихоньку увеличивается. Благодаря таким вот программам люди изучают жизнь львов и стараются защищать их от браконьеров. Сначала я очень боялся его трогать, потому что думал, что он укусит меня, или зарычит. Но он классный. Это реально большой кот? Да, он как большой кот. Вот так в джунглях водопада Виктория я повстречался со львами. Возможно, однажды они снова будут свободно бродить по бескрайним просторам африканских равнин. Вернажды он сбыточћ к ролич Southern Верн Past Жрикан Африканский Солнesting 30. Субтитры создавал DimaTorzok Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok В грохоте водопада, пробуждающем весь черный континент, я услышал биение сердца самой матушки природы. Сегодня я побываю на бескрайних диких просторах Африки. Я увижу африканские пейзажи, о которых все мы мечтаем. Земли прекрасные в своей первобытности. Именно там начнется мое второе путешествие. Бескрайние просторы Южной Африки. Часть 2. Национальный парк Чобе. Дикая граница. Думая об Африке, мы обычно представляем себе диких животных, вольно бродящих по саванне. Национальный парк Чобе, что в Северной Ботсване, это настоящий рай для животных. Его бескрайние луга простираются за границей Зимбабве, Замбии и Намибии. Я решил начать свое сегодняшнее путешествие в Национальном парке Чобе. Ботсвана, расположенная в центре Южной Африки, сохраняет природную среду. 20% ее территории отданы под национальные парки и природные заповедники. Национальный парк Чобе является одним из крупнейших мест концентрации диких животных на африканском континенте. Я нахожусь в Национальном парке Чобе, собираюсь отправиться на сафари. Я слышал, что здесь живет очень много диких животных. Первыми, кого я встретил на своем пути, были импалы. Вблизи они выглядят очень кроткими и красивыми. Главное правило для всех, кто отправляется на сафари, находясь в парке, ни при каких обстоятельствах не выходить из машины. Мы наблюдаем животных на их территории, поэтому мы должны сохранять дистанцию. Мы бы ведь точно сошли с ума, если бы по нашему городу разгуливал любопытный лев. Так что мы стараемся не тревожить животных, а наблюдать и любоваться ими издалека. Вскоре мы останавливаемся, чтобы рассмотреть еще одного обитателя парка. Видите, это худу. Смотрите, какие у него классные полоски. Худу. Это один из видов африканской антилопы. Причем один из крупных видов. Худу также называют полосатой антилопой из-за полосок на спине. А еще на спине у худу любят сидеть птицы. Удивительно, на спинах у худу сидят маленькие птички. Может быть, они питаются паразитами? Худу относится к ним спокойно. Они их как будто вообще не замечают. На берегу реки я заметил африканского буйвола. Похоже, он решил взглянуть, кто это приехал. А потом вдруг появился жираф. Да, здесь самое настоящее царство животных. Когда-то в этих местах бесчинствовали браконьеры. Идея устроить здесь национальный парк, чтобы привлечь туристов и предотвратить гибель диких животных, родилась еще в 1930 году. После долгих обсуждений, в 1967 году здесь наконец-то открыли первый в Ботсване национальный парк. Сейчас в парке обитают гиппопотамы, зебры, львы, жирафы, а также многие другие млекопитающие и более 450 видов птиц. Поистине это рай для животных. Жирафы никуда не торопятся. Их размеренные движения кажутся весьма мирными. В процессе нашего сафари мы встречаем машину с туристами. В такой ситуации самое лучшее – это уступить дорогу. Мы задержались, но я рад видеть других туристов. Нас с ними связывает дух авантюризма. Надо же! Встречная машина. На узкой дорожке посреди дикой саванны. Забавно. А потом? Там слон. К нам вышел довольно крупный слон. Привет, слоник. Откуда ты взялся? Слоны такие милые. Несмотря на их размеры. Возможно, дело в их длинных ресницах. И тебе не больно? Это самец. Сейчас как раз наступило время, когда слоны подрастают, и матери их прогоняют. Прогоняют подальше от сестер и от семьи. Подросшим самцам приходится искать других слонов. И зачастую они находят стадо слонов-самцов, так называемое стадо холостяков. Там будут одни самцы. Самки тоже собираются в отдельные группы или в племенное стадо. Там будут только самки и малыши. Этот слон сейчас ищет своих сверстников, своих друзей. Вот поэтому он один. Вот так. Африканские слоны – самые крупные представители своего рода. В длину взрослый слон достигает 6-7,5 метров, а весит он до 6 тонн. Мне стало интересно, что они там едят с таким аппетитом. Оказалось, что они едят грязь. Семейство слонов поедает грязь. Я спросил гида, зачем они это делают. Оказывается, слоны таким образом потребляют соль и минералы. Я думал, что только люди знают о правильном питании. Но животные тоже довольно умны. И все полезные вещества они находят в земле. Интересно. К слову сказать, встреча с целым стадом слонов в Национальном парке Чобы – это далеко не редкость. Субтитры создавал DimaTorzok В этом регионе обитает самое крупное поголовье слонов в Африке. Их здесь около 120 тысяч. Именно поэтому я могу вблизи полюбоваться дикими слонами. Мы, люди, должны стараться сохранить это место в его первобытной красоте и величии. Эту ночь я согласился провести на природе. Ну вот, готово. Представьте себе, я буду ночевать в саванне по соседству с дикими животными. Это здорово. Еще мне интересно, какие здесь ночи. Вскоре небо окрасилось в золотые закатные тона. В ночной темноте слышны лишь песни путешественников. Ночная прерия тиха и спокойна. Африканская ночь преподнесла мне незабываемый подарок. Чем больше я удаляюсь от цивилизации, тем ярче я ощущаю объятие матушки природы. Здесь же я ощутил дыхание самой земли. В национальном парке Чобе наступило утро. Сейчас раннее утро, а рыбаки уже возвращаются с ночным уловом. Тигровая рыба в изобилии водится в водах реки Чобе. Это тигровая рыба. Это пресноводные хищники с длинными острыми зубами. Они даже птицу могут поймать. Я решил немного порыбачить на реке Чобе. Здесь также водятся карпы. Но тигровая рыба сейчас очень популярна, и многие приезжают сюда на рыбалку именно ради нее. Я тоже решил поймать свою тигровую рыбу. Может, получится. Привет, как дела? Привет, отлично. Рад познакомиться. Я отправляюсь на рыбалку вместе с опытным рыбаком. В национальном парке протекает река Чобе, один из притоков Замбези. Именно поэтому значительную территорию здесь занимают травянистые болота и трясины. Нильские крокодилы и гиппопотамы привольно чувствуют себя в этих водах. Рыбак указывает мне на что-то в траве. Оказывается, там притаился крокодил. Он кажется опасным даже издалека. Вы видели крокодила? Он дремал на берегу. А это бегемоты? Огромные бегемоты плавают в реке. Если честно, я им страшно завидую. Мы идем в хорошее место для рыбалки. На тигровую рыбу? Да, да. Я очень хочу ее поймать. Почти все хорошие места уже кем-то заняты. Мы тоже торопимся занять такое местечко. Это тайное место, которое знают только местные. Возьмем эту рыбу. Рыбу? Это наживка? Да, мясо тигровой рыбы. Сейчас я его прикреплю вот так. Оказывается, проголодавшиеся тигровые рыбы не чураются даже каннибализма. Наживка – это тигровая рыба. Мы будем ловить тигровую рыбу на тигровую рыбу. Вот это мясо тигровой рыбы. Большая тигровая рыба, крупнейшая из сородичей, нападает даже на крокодилов. Можете себе представить ее кровожадность. А людей она кусает? Да, она кусается. Да, если взять ее за морду, пока она еще жива, то она может вас цапнуть. А она на нас не прыгнет? Да нет. В последний раз тигровая рыба схватила наживку, проглотила ее, а ее саму съела другая рыба. И я ее поймал. Вот так. Мне интересно, что же это за рыба такая, и мне не терпится ее поймать. Правда, время идет, а мне пока что ни одна не попалась. Для других это, может, и хорошее место. Но мне здесь что-то не очень везет. Я здесь уже больше четырех часов сижу. Но пока что ничего не поймал. Не успел я это сказать, как у моего соседа случился поклев. И вот он уже кого-то вытащил. Похож на акулу. Мы долго ждали, и вот наш первый улов. Вскоре и на мою удочку кто-то клюнул. Я тоже поймал. И тоже сама. Осторожней с головой. У него там шип. Вот этот? Да, да. Этот? Да, снимай осторожней. Вот так. Вот так вот. Это под вид сама. Ты что, отпустишь его? Я же за тигровой рыбой ехал. Сам мне не интересен. Поймал. Что это? Я поймал кого-то тяжелого. Может, тигровую рыбу? Опять сом. Он такой сильный, что я даже удочку смотать не смог. В конце концов, у меня все же получилось. Это сом. Я надеялся на тигровую рыбу, но вместо нее поймал огромного сома. Я приехал в Африку, и что я здесь поймал? Сама. Крупный какой попался, да? Тигровую рыбу я так и не поймал. И все же я уезжаю не с пустыми руками. Я долго сидел с удочкой в надежде поймать тигровую рыбу, но река решила подарить мне волшебный закат. И это удивительной красоты зрелище, которое немного меня утешило. Думаю, в этот момент мне завидовали многие рыбаки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я пересек Ботсвану, и по реке Чоба добрался до еще одной пограничной области в Южной Африке. Острова Импалила в Намибии. К реке Чоба приходят разные дикие животные. Двигаясь вверх по течению, мы вошли в другую реку. Это место, где сливаются реки Чоба и Замбези. Однако это необычное слияние двух рек. Здесь также проходят границы четырех государств. Ботсвана, Зимбабве, Замбия, Намибия. Здесь пролегает водная граница между четырьмя государствами. Это место, здесь. Какая тихая граница, правда? Вон те люди, наверное, отправляются в Ботсвану. Они чего-то ждут. Доброе утро. Привет. Привет. Люди отправляются на материк за товарами первой необходимости. Обычно они плавают в ближнюю Ботсвану. Это единственный путь из деревни в Ботсвану? Да, только он. Если кто-то хочет добраться с острова в Ботсвану или в другие районы Намибии, то они могут сделать это только так. Других путей в Ботсвану или Намибию просто нет. По-другому нельзя. Я слышал, что на этом острове растет очень необычный Баобаб. Как дела? Нормально. А у тебя? Отлично, спасибо. Оказывается, если забраться на Баобаб, то оттуда откроется потрясающий вид на пограничную зону. Можно позавтракать здесь, пообедать в Замбии Ливингстона, выпить чаю там и поужинать в Ботсване. Четыре страны за один день. Да, можно во всех четырех побывать. Вдруг ни с того ни с сего начался дождь. Обычно сезон дождей начинается здесь в ноябре, поэтому в это время нужно обязательно брать с собой дождевик. Сейчас здесь сезон дождей, а в Корее уже середина зимы. Ливень может начаться абсолютно неожиданно, и скрыться от него не получится. По пути к Баобабу нам пришлось пережить неожиданный дождь с порывами ветра. На наше счастье дождь шел не слишком долго. К концу сезона дождей вода в реке поднимается, заполняя пересохшее русло. Пока же здесь одна только грязь. Если бы воды было больше, то мы бы доплыли до Баобаба на лодке, но, увы. Весь день идти по грязи – это довольно утомительная история. Кстати, именно такие моменты обычно вспоминаются чаще всего. А вот и Баобаб. Ясно. Именно к этому Баобабу мы и отправлялись. Не так уж и далеко. В предвкушении встречи с Баобабом я даже ускорил шаг. Какой огромный. Вы только посмотрите. Надо же! Какие гиганты бывают. Даже язык не поворачивается назвать его просто деревом. А как же мне его тогда назвать? Даже не знаю, что сказать. Ух ты! Ничего себе! Корни! Африканцы считают Баобаб священным деревом. Гигантское дерево предстало перед нами. Говорят, что Баобабы живут до пяти тысяч лет. В стволе Баобаба скапливается много воды. В сезон засухи Баобаб делится водой с теми, кого мучает жажда. Поэтому его еще называют деревом жизни. В некоторых частях Африки, в стволе Баобаба, даже хоронят умерших. Один человек. Два человека. Три человека. Семь. Восемь. Девять. Десять. Я раз десять считал, и ни разу результат не сходился. Я думаю, что он более пятнадцати метров в обхвате. Настоящий гигант. Я немного постоял у дерева, вслушиваясь в истории, которой оно мне рассказывало. Что я решил, что он запрет? Я сочетался и дело. Я сочетался. Я сочетался. Я сочетался. Этот Баобаб не просто так является главной достопримечательностью острова. Но чтобы понять это, нужно на него залезть. С его вершины открывается вид на все четыре государства Южной Африки, которые окружают этот остров. Лучшую обзорную площадку сложно представить. Вот это Ботсвана, Замбия, а это Намибия. В долине спешно несут свои воды река Замбези и ее приток. Уже хорошо знакомая нам река Чобы. Границы между этими государствами проходят по Замбези, великой реке, омывающей Южную Африку. Вот они, Замбия и Зимбабве, Намибия и Ботсвана. Этот Баобаб – живой свидетель истории этих стран. Раньше я думал, что Баобаб из «Маленького принца» не имеет ко мне никакого отношения. Просто обычное дерево из книжки. К тому же Баобабов в Корее нет. Я даже не мечтал увидеть его своими глазами. И все же, вот он. Находится прямо за моей спиной. В путешествиях оживают картины из моего воображения. Неподалеку от Баобаба работают люди. Я решил посетить их деревню. Тихая деревенька как будто ждала меня. Всего на острове 47 больших и маленьких поселений. В основном их жители занимаются фермерством и рыбной ловлей. Местные детишки прыгают в резиночку. Смотрите-ка. Ребятишки прыгают, не зная усталости. Их игра больше похожа на смесь корейских игр в резиночку и веревочку. Смотрите, как здорово они прыгают. В детстве мы получаем кучу удовольствия от самой обычной резиночки. Так уж получилось, что в этой деревне есть специальная церемония встречи иностранцев. Люди выражают страсть и радость с помощью тела. Их переполняет живая и динамичная энергия, которую можно ощутить лишь в Африке. На этот раз они исполняют особый традиционный танец. Это две жены. Вот это старшая жена, а это младшая. А их муж находится между ними. Танец рассказывает о традиции ранних браков и полигамии. Раньше, благодаря полигамии, в семье всегда были руки для работы на земле и по дому. Также мужчины заводили несколько жен, чтобы подчеркнуть свое богатство и статус. Танец продолжается, и одна из танцовщиц наносит узор на мое лицо. И я отпускаю свое тело, позволяя ему двигаться в ритме этой музыки. И я отпускаю свое тело, позволяя ему двигаться в ритме этой музыки. Южная Африка – это колыбель всего человечества и настоящий рай для диких животных. На пограничных территориях до сих пор живет уникальная культура, порожденная дикой природой, из которой люди научились мирно сосуществовать. «Ариэй!» 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 Субтитры делал DimaTorzok Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Субтитры делал DimaTorzok Африка – это земля, где кипит жизненная сила природы. Субтитры делал DimaTorzok Крупнейшая в мире материковая дельта – Акованго. В этом царстве нетронутой природы живут невинные люди. Моё сегодняшнее путешествие, наполненное ожиданиями и бабочками, начнётся в колыбели жизни – в Акованго. Бескрайние просторы Южной Африки. Часть третья. Акованго. Оазис в Ботсване. Английский исследователь Ливингстон знаменит тем, что он первым из европейцев открыл водопад Виктория. Но в ходе своей южноафриканской экспедиции он сделал ещё одно великое открытие. Именно он открыл дельту Акованго. Обширные болота на северо-западе пустыни Калахари в Ботсване образуют дельту Акованго. Моё сегодняшнее путешествие начнётся именно там. Река Акованго, протекающая в юго-западной части континента, является четвёртой по величине рекой Южной Африки. Она берёт начало в нагоре Ханголы, протекает по территории Намибии и доходит до пустыни Калахари в Ботсване. Её протяжённость составляет 1600 километров. Река Акованго не впадает в море, а образует крупнейшие в мире материковые болота. Это река Акованго. Вон в той стороне находится Намибия. Река течёт сюда с нагорей Анголы. Речной поток несёт свои воды в Ботсване, чтобы наполнить дельту Акованго. Другими словами, вода течёт сюда, как в раковину из водопроводного крана. Именно здесь дельта Акованго превращается в болото. Отсюда же я начну свой путь. Дельту Акованго ещё называют изумрудом Калахари. Это настоящий оазис в суровой засушливой пустыне Ботсваны. В Анголе дожди идут три раза в год. В эти периоды река переполняется водой и затапливает дельту. Я предвкушаю поездку вглубь болот. Говорят, есть прибор, измеряющий количество дождевой воды в том месте, где река превращается в дельту. Климатические и сезонные изменения влияют на объём воды в реке. И именно здесь замеряют уровень воды. Привет. Привет. Прямо сейчас уровень воды невысок. Нет, он сейчас низкий. Низкий, да. А когда вода поднимется? В марте. В марте? Да. Сейчас уровень воды 58 сантиметров, а в марте она поднимется выше 5 метров. Интересно, как сейчас выглядят болота Акованго? Как называется эта штука? Это лодка? Лодка, она называется Мокора. Мокора – это традиционная лодка жителей Бацвана, сделанная из древесины кигелии или чёрного дерева. Её выдалбливают из цельного ствола. Длинный шест. Только один? Да, нам нужен только один шест. Да. Он похож на шест для прыжков. Это одно из болот, которыми славится дельта Акованго. Я отправлюсь вглубь болот на традиционной лодке, которая называется Мокора. Местные жители перемещаются в основном на этих лодках, потому что в сезон дождей вода поднимается и затапливает все дороги. Перемещаться по-другому просто невозможно. Изящная длинная лодочка легко проходит по узким болотным протокам. Будем исследовать болото. Очень интересно. Садись ко мне спиной. Вот так? Да, да. Ладно. На дне лодки ничего нет. Вот так нормально? Да. Акованго – крупнейшая в мире материковая дельта. Когда на смену сезону засухи приходит сезон дождей, уровень воды поднимается. Это главное русло реки Акованго. Вода здесь течет по каналам. Но сейчас сезон засухи, поэтому воды очень мало. Три недели назад воды было еще меньше. Сейчас уже хотя бы полметра есть. Правда? Потом у нас здесь три недели шли сильные дожди. У нас лило один или два раза в день. Потом воды будет еще больше. Но это уже в мае-июне. Тогда к нам река принесет воду из Анголы. И у нас здесь вся дельта будет затоплена. Речная вода растекается по каналам, образуя глубокие протоки и заводи. Речная вода растекается по каналам. Сейчас болото украшены цветущими лотосами. Какая красота! Этот благородный цветок окружен мистической аурой. Как же повезло здешним жителям. Ведь они видят эту красоту каждый день. Что для тебя значит дельта Акаванго? Дельта Акаванго – это очень красивое место. Оно дает нам все, что нам необходимо. Здесь есть съедобные растения. Еще здесь есть рыба. Рыбы у нас здесь очень много. У нас есть пресная вода. Животные у нас тоже живут. Туристы едут, и мы работаем для них. Мы очень рады видеть их в дельте. Болото Акаванго наполнено жизнью. А как выглядит Акаванго под водой? Солнечные лучи пронизывают прозрачную чистую воду, освещая невероятный подводный мир. В воде живут рыбы вот такой величины. Я их очень хорошо рассмотрел. Вода – это мощная стихия. И она наполняет и насыщает дельту Акаванго. Когда уровень воды поднимается, вся природа оживает. Это так прекрасно. Я всем своим телом чувствую спокойствие и умиротворение, царящее в этой колыбели жизни. Крокодилы, да. Тут довольно глубоко, и вода открытая. Крокодилы любят открытую воду и глубину. То есть... Они сейчас здесь? В воде? В воде. Да. Вот так. Тут, оказывается, и крокодилы есть. Теперь я боюсь опускать руку в воду. Мне страшно. Да. Правильно, не нужно опускать руки в воду. Мы же не видим, что там в ней есть. В этих водах много живности, о которой мы не знаем. Тут змеи водятся, и крокодилы тоже появляются. С травой, кстати, тоже можно руки порезать. Так что старайся не опускать руку в воду, пока Макора плывет. Ладно, ладно, я понял. Я теперь вообще руку в воду не суну. Река Акованга не впадает ни в одно море, зато она несет свои воды в пустыню, образуя обширные болота. На этой благодатной территории живут около 40 видов млекопитающих, 400 видов птиц, 95 видов рептилий и амфибий и 70 видов рыб. Здешние жители никогда не покинут эти места из-за их изобилия. Говорят, иногда рыба здесь не ловится. Не то чтобы ее здесь вообще нет, просто иногда днем вода нагревается, и рыба уходит на дно, и поднимается только ночью. Поэтому рыбаки ждут, когда сядет солнце. Говорят, что дельта Акованга никогда не пересыхает, но местные говорят, что она должна опустошиться, чтобы потом снова наполниться. То же самое можно сказать и о нашей жизни. Акованга – это река чудес. А еще это река жизни, омывающая пустыню. В дельте Акованга живут самые разные племена. Одно из них – племя Хамбукушу, и в наши дни сохранившее свою уникальную культуру. Традиционные домики, окруженные квадратными заборами, похожи на сказочные иллюстрации. Деревня выглядит умиротворяюще. Племя Хамбукушу живет на территориях Анголы, Намибии и Ботсваны. Я приехал в деревню Хамбукушу, находящуюся в Ботсване. Интересно узнать, как здесь живут люди. Погуляем. В племени Хамбукушу сохранился матриархат, что означает, что за благополучие семьи отвечают женщины. Они занимаются фермерством и рыбалкой. Папирус и тростник, растущие на болотах, чрезвычайно важны в хозяйстве. Из них строят заборы вокруг домов и покрывают крыши крошечных глиняных хижин. И это еще не все. Местные мастерицы плетут из папируса и тростника корзины. Привет. Я видел это на фотографиях. Люди, плетущие корзины. Вот где они этим занимаются. Племя Хамбукушу славится своими мастерицами, особенно теми, кто плетет корзины. Искусно сделанные корзины являются основным источником дохода местных. Мне подарили корзинку за то, что я к ним приехал. Еще одну. Спасибо. Это красивее. В основном они плетут корзины на продажу туристам. Однако в домашнем обиходе без корзин тоже не обходится. В эту корзину мы складываем зерно и трясем ее, чтобы очистить зерно от грязи. Очищенное зерно мы ссыпаем вот сюда. Здесь оно и хранится. Плетение таких корзин требует серьезных навыков. Мастерицы украшают корзины узором. Получается, как настоящая вышивка. Мы собираем папирус у реки, сушим его, слегка обжигаем для цвета. Потом мы его нарезаем и плетем корзины. По их словам, одну корзину они плетут целый месяц. Я решил научиться этому мастерству. Сначала нужно вытащить, а потом продеть вот так. Да, у меня не получается. Им должно быть странно видеть, как мужчина делает женскую работу. С моими темпами я буду плести одну корзину не меньше года. Боюсь ее испортить. Это очень кропотливая работа. Кажется, что все очень просто, но это не так. Простите, зря я за это вообще взялся. Очень приятно наблюдать, как все эти женщины собрались в тени большого дерева. А вскоре здесь появились дамы с огромными корзинами на голове. Неужели они носят их, чтобы скрыться от солнца? Вам не тяжело? Нет. По-моему, они слишком тяжелые, чтобы носить их на голове. Надеюсь, что этим здесь занимаются не только женщины. У этих корзин есть и другое назначение. Я видел, как они изготавливают корзины, потом я увидел эти странные плетенки и не мог не спросить, зачем же они нужны. Оказывается, для рыбалки. Поэтому я пошел с ними рыбачить. Мы пошли к ближайшей заводе. Корзина настолько большая, что ей впору не рыбу, а людей ловить. Посмотрим. В Африке я часто хожу на рыбалку. И как же этим ловить рыбу? Они используют корзину как ловушку. Традиционный способ рыбалки заключается в том, чтобы найти хорошее место, опустить туда корзину и завлекать туда рыбу вот таким вот способом. Одна попалась. Я сомневался, что мы что-нибудь поймаем, но оказалось, зря. Я старался делать то же, что и они, но много рыбы я не поймал. Зато теперь я точно знаю, как именно они рыбачат. Интересный способ. Они постоянно двигают ногами. Со стороны, кажется, они просто дурачатся, но на самом деле это довольно сложно. Рыбалка – это один из основных источников дохода племени хамбукушу. В основном они рыбачат с октября по декабрь. Сложно ловить рыбу, когда уровень воды низкий, как сейчас, и когда он слишком высокий во время сезона дождей. Сейчас не лучшее время для рыбной ловли. Вода должна подняться отсюда до сюда, чтобы рыбы было много. Раз рыбы нет, зачем же вы пришли сюда? Чтобы наловить хотя бы мелкой рыбы. Мой день в дельте Акованго подошел к концу. Кажется, после разговоров и рыбалки они ко мне прониклись с симпатией и пригласили на ужин. Интересно, что же они приготовят. Ведь рыбу-то мы не поймали. Кухня находится во дворе. Вот как они готовят пищу. Большую часть дня они проводят на воздухе. В дом они приходят только спать. Это их основное блюдо. Называется садзе. Они варят в воде кукурузную крупу. Получается блюдо, похожее на корейские рисовые пирожки. Во дворе уютно. Привет. Как дела? Хорошо. Интересно, как живет племя Хамбукушу в сезон дождей, когда вода поднимается? Даже когда дождей было очень много, деревню не затапливало, потому что у нас почва такая. мне дают воду, чтобы помыть руки. Где они поймали такую большую рыбину? Вкусно. Я уже ел рыбу садзи в Зимбабве, но у нее был немного другой вкус. Там она была более клейкая, здесь более сухая. На вид одно и то же блюдо, но вкус слегка отличается. Как и в Корее, блюда из провинции Чоладо и Кенсандо тоже слегка отличаются. В деревне нет электричества. И пусть удобства цивилизации мне здесь были недоступны, зато я душевно пообщался с людьми. Я был благодарен им за ужин, но они предложили мне еще и переночевать у них, ведь было уже поздно. Вот здесь я буду спать сегодняшней ночью. Спасибо. Я научился желать доброй ночи на их языке. Удивительно, как в путешествии складываются отношения между людьми. Давно я уже не ночевал с таким вот комфортом. На следующий день я тепло попрощался с деревней Хамбукушу и отправился в леса, растущие в дельте Акованго. Местные жители заняты какой-то работой. Что они собирают? Они собирают мапаны. Мапаны? Да, это как червяк. Да, это такой червяк. А, гусеницы, да. Понятно. Местные собирают здесь мапаны, собирают гусениц, высушивают их и едят. А вот они. крупные гусеницы, известные как мапаны, собирают не только в Ботсване, но и в других частях Южной Африки. Здесь они считаются популярной закуской. Поэтому их собирают с таким усердием. В особые сезоны, в сезон в ноябре, у нас тут летает очень много бабочек. Они к нам сюда прилетают и откладывают яйца на листьях. Да. Через 2-3 недели появляются мапаны. Мы собираем их, когда они подрастают. Листья деревьев мапаны богаты белком, поэтому их с удовольствием едят дикие животные. И гусеницам они тоже по вкусу. На одном листке может быть несколько гусениц. Путешествуя по Акованго, я часто видел деревья мапаны. Но на гусениц я внимания не обращал. Раньше я даже не догадывался о существовании гусениц, а их тут оказывается много. Они просто повсюду. Местные жители уже наловчились находить и собирать мапаны. ее надо взять? Я попробовал ее поймать. Стой. В детстве я ловил личинок, но тогда было по-другому. Может, она слишком большая. Сколько же их тут вместе собралось? Одна, две, три, четыре, пять, шесть. Нужен огонь. Огонь? Да. Мы делаем вот так. Потрошим гусениц, потом кипятим воду, потом берем соль и солим воду. Соль? Соль. Да. И мы их варим, 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 пока они будут готовы. Потом вытаскиваем из кастрюли, выкладываем на поднос, а затем сушим на солнце. Они их сушат на солнце. Первым делом собранных гусениц надо выпотрошить. Сколько у них там всего? Их нужно выпотрошить, чтобы избавиться от горького привкуса листьев мапаны. Так, попробуем. Ее надо взять вот так за голову и надавить. Выжать ее. Правильно? Вот так. это новый опыт, надо попробовать. Со стороны кажется, что это просто. Так, с меня хватит. Это сушеные мапаны? да. Ага. Ага. Под лучами солнца мапаны полностью высыхают за 2-3 дня. потом их просто едят, обжаривают или кладут в салат. Видели на традиционных рынках такие лавки с народными средствами? Вот они похожи на лекарства из такой лавки. Мапаны, богатые белками и жирами, являются излюбленной закуской у жителей Южной Африки. Каковы же они на вкус? Похоже на кузнечика. Вкусно. Вкусно. Так, я их попробовал, мне понравилось. Пошли еще пособираем. Подожди, я еще одну съем. Это полезная еда, и я съел еще одну гусеницу. зеленая листва деревьев Мапаны обрамляет крупный заповедник в дельте Акованго. Лесная дорога, проходящая в восточной части дельты Акованго, ведет в заказник Мореми. В этом национальном парке обитают самые разные представители африканской фауны. Говорят, что своей формой дельта Акованго напоминает сковороду. Северная часть дельты называется ручкой от сковороды. Там мы уже побывали. В этой части дельта напоминает саму сковородку, так что я сейчас нахожусь в сковородке. Я хочу увидеть диких обитателей заказника. Наступил сезон дождей, и после обильных ливней проехать по лесной дороге не так уж и просто. После недавнего дождя тут везде лужи. Так что нужно потрудиться, чтобы проехать. Каждый раз, когда на дороге появляется лужа, мы ее просто объезжаем. Но это сложно. я уж думал, мы перевернемся. Мы с трудом миновали сложный участок дороги. и тут нашего гида срочно вызвали по рации. По рации сообщили, что неподалеку от нас видели львов. Мое сердце забилось быстрее. Смотрите, это лев. А нет, это не он. Львы лежат вон там. Говорят, они там. Отлично, едем туда. Неужели я сейчас увижу диких львов? Верчу головой в надежде увидеть их. Вот они. Я вижу львов. Он говорит, не вставай, а то они испугаются. Семейство львов отдыхает под деревом. Сколько же в них достоинства. Не зря их назвали царями зверей. Из машины выходить нельзя. Давай скорей. Снимай и поехали. После предупреждения гида я бросился фотографировать львов. Когда еще у меня будет возможность увидеть львов в дикой природе? Внезапно лев вскочил на ноги. Это уже опасная ситуация. Вообще-то я хотел бы задержаться, но львы отреагировали на нас не слишком хорошо. Гид говорит, задерживаться нельзя, лев ведет себя агрессивно, уезжаем. Дольше здесь нельзя задерживаться. я испытал огромное разочарование. Но все же выдохнул с облегчением. Ничего себе, встреча получилась. Дикий мир, сотворенный в дельте Акованго. Оазис и место отдохновения для измученных жаждой животных. Насладившись видами бескрайних болот в дельте реки Акованго, я продолжаю свое путешествие. Редактор субтитров гид Estados experimental г~~ Продолжение следует... 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 Если вам нужно попасть на озеро Кариба, то ваше путешествие начнется отсюда. А еще отсюда можно доехать до огромной дамбы. Все туристические маршруты начинаются здесь. Привет. Привет, как дела? Отлично, как у тебя? Хорошо, спасибо. Да, озеро Кариба. Да? Мне нужно туда. Ладно, отвезу. Это возможно? Конечно, спасибо. Видите, я уже нашел транспорт. Да, да, да. Крыши-то нет? Да, нет. Так дождь же идет. Мысль о том, что без дождя было бы лучше, промелькнула и пропала. Ведь как иначе я испытаю африканский сезон дождей на своей шкуре? Озеро Кариба пролегает между Зимбабве и Замбии. Другими словами, оно является границей между этими государствами. Наша граница размечена канатом в горах или колючей проволокой. А здесь между двумя государствами находится огромное озеро. Озеро Кариба, образовавшееся при строительстве ГЭС на реке Замбези, является самым крупным в мире водохранилищем. По площади оно в три раза больше корейского острова Чиджудо. В Зимбабве и Замбии, не имеющих выходов к морю, озеро называют Материковым морем. Приехали. Таможня и иммиграционная служба, 300 метров. Чтобы попасть на дамбу, сначала нужно пройти таможню. Поскольку дамба находится между Замбией и Зимбабве, на таможне нужно получить однодневный билет, дающий право быть на территории Замбии. Это однодневный билет. За один доллар мне дали разрешение на переход с Замбийской границы. ГЭС Кариба была построена в 1959 году, чтобы обеспечить электричеством Зимбабве и Замбию. Считается, что она сыграла важную роль в развитии обоих государств. Высота дамбы – 128 метров. А на водопаде Виктория я прыгнул со 110 метров, верно? Так что такая высота меня больше абсолютно не пугает. Высота дамбы Кариба – 128 метров, а ее длина – 579 метров. Вблизи масштабы дамбы поражают воображение. После строительства ГЭС люди не только получили электричество, но также значительно увеличились темпы развития промышленности, сельского хозяйства и туризма. С тех пор дамба Кариба считается символом экономического развития этого региона. Когда я пройду сквозь эти двери и пройду дамбу до конца, то окажусь в Замбии. Границы с Зимбабве проходят под водой. Ее границы с Замбией – водохранилище. Границы с ЮАР и Намибией тоже проходят по воде. Правда, это здорово. И очень отличается от границ между странами у нас, в Корее. Здесь, на границе, вы не увидите ни колючие проволоки, ни вооруженных солдат. Мне это кажется странным, но очень прекрасным. Люди ездят из Зимбабве в Южную Африку и из Южной Африки в Зимбабве. Здорово, когда границы можно переходить вот так, легко и свободно. Понятно. Ничего себе. Самое большое в мире водохранилище. Поскольку это озеро искусственного происхождения, местные с гордостью говорят, что выкопали его своими руками. Думаю, в чем-то это действительно так. Вот такая история. Озеро, сверкающее в солнечных лучах. Невероятно красиво. И все же история озера Кариба была весьма бурной. Во время строительства ГЭС Замбия и Зимбабве входили в одну федерацию. Но после обретения независимости они начали борьбу за право обладания дамбой. Было много споров, но сейчас все наладилось. И ГЭС дает электричество обоим государствам. Зимбабве, где нет ни нефти, ни газа, до строительства угольный ТЭС получала одну треть всей электроэнергии от гидроэлектростанции Кариба. Вот это другой вход на дамбу. Я зашел на территорию Замбии со стороны Зимбабве. Невольно задумаешься о том, что границы можно переходить вот так легко. Такое чувство, что это туристическая достопримечательность, а не государственная граница. Здесь особо не на что смотреть, но мне здесь ужасно нравится. Было бы здорово, если бы сюда приезжало больше людей. Мне безумно нравится эта граница. Здесь царит веселье, люди приезжают сюда хорошо провести время. Они могут попасть в другую страну. Корейцам пока это сложно представить, но было бы здорово, если бы у нас было так же. По всей видимости, здесь у знака принято фотографироваться. Я тоже решил сделать фото. Кажется, я сделал что-то не так. Как оказалось, это место уже занято другими фотографами. Я хотел сделать здесь фото, но мне просто не дали. Оказывается, ты сам здесь фотографироваться не можешь. За тебя это сделают местные фотографы. Я помешал чужому бизнесу. Фото? Хорошо. Мне немного не по себе, а местные вдруг пожелали со мной сфотографироваться. Я чувствую себя какой-то знаменитостью. Ладно, ладно. Чего вы смеетесь? Ну почему? Как бы там ни было, я здесь единственный азиат. Среди посетителей Дамбо много студентов. Они приезжают сюда пофотографироваться. Если честно, я им немного завидую. Я делаю снимки, мечтая о том, как однажды мир и свобода придут и на корейскую границу. Как же выглядит вблизи озера Кариба крупнейшее в мире водохранилище, образовавшееся при строительстве ГЭС? По пути к озеру я встречаю бегемота. Это же бегемот? Может остановимся? Остановишь здесь? Ладно. Да. Да. Ну что ж. Пошли к бегемотам. Пойдешь со мной? Ладно. Спасибо. Такие бегемоты не опасны? Они вообще опасны, особенно если встать между ними и водой. Если бегемот находится на суше, и ты встал между ним и водой, то это очень опасно. Поэтому нельзя перекрывать бегемоту путь к реке. В такой ситуации нужно отойти подальше и подождать, пока бегемот зайдет в воду. Наверное, это одна семья. Привет, бегемоты. По какой-то причине мы считаем бегемотов дружелюбными, поэтому я подошел поближе. Бегемот широко открыл свою пасть и зевнул. Но, оказывается, бегемоты зевают не потому, что хотят спать. Бегемоты разевают пасть, чтобы показать чужакам, что это их территория. Показывая зубы, они угрожают. Ближе лучше не подходить. Когда бегемот зевает, нужно остановиться. Так они обозначают свою территорию. Несмотря на наивный и добродушный вид, бегемоты весьма осторожны и агрессивны. Они считаются одними из самых опасных обитателей этих мест. После слонов и носорогов, бегемоты являются самыми крупными животными, обитающими на суше. У них очень чувствительная кожа, поэтому днем в самую жару они остаются в воде. Но в озере обитают не только бегемоты. Смотри, вон там крокодилы. Они должны быть возле рыбаков. Вон большой крокодил. Здесь еще и крокодилы есть. Можем подойти поближе. Настоящее царство зверей. Очень интересно. Мне казалось, что диких животных можно встретить только в национальном парке или заповеднике, но здесь, в озере, их тоже немало. Тут водятся крокодилы, но рыбакам, похоже, нет до них никакого дела. Привет. Привет, как дела? Хорошо, а у вас? Отлично, спасибо. Вы поймали что-нибудь? Да, но одну мелочь. Но если их посолить, будет вкусно, правда? Вот смотрите, здесь есть рыба. Какая маленькая. Кто это? Это лещ. Обычный лещ? Да. Здесь у бегемотов, крокодилов и людей есть своя территория. Но вы все же как-то уживаетесь. Да, уживаемся. Мы с крокодилами. Мы друг друга уважаем. Пока они уважают пространство друг друга и не заходят на чужую территорию, все нормально. Ничего себе. Удача. Да? Да. Надо же. Люди и животные как-то живут вместе. А мне на ум приходит слово «сосуществование». Какая умиротворяющая сцена. Если бы утопия была возможна, то она выглядела бы именно так. Здесь живет очень много животных. Они уживаются друг с другом, потому что уважают чужую территорию. Если бы они нарушали чужие границы, то, скорее всего, эти места вскоре бы опустили. На следующее утро я отправился на причал озера Кариба. Раз уж я оказался на озере Кариба, надо бы по нему прокатиться, верно? Я решил побывать на одном из островов озера Кариба. Спасибо. Поехали. Но сначала нам нужно сделать остановку. Привет. Здесь лодки заправляются горючим. Похоже, нам предстоит длинный путь. Мы заправили лодку и на всякий случай купили еды в дорогу. И теперь можно отправляться. Я плыву по самому большому в мире водохранилищу. Оно больше похоже на океан, а не на озеро. Остров далеко находится? Очень далеко. Сколько плыть? Час? Два? От часа до двух. Полтора часа. Издалека озеро казалось мне просто большим водоемом. Но когда ты плывешь по нему на лодке, оно кажется еще больше. Если посмотреть вон туда, то увидишь только горизонт. Больше там ничего нет. Остров, до которого, по словам лодочника, было плыть полтора часа, не появился и после двух часов плавания. Я даже успел задремать. Сколько времени прошло? Наконец-то я вижу остров. На озере Кариба много островов. На этом острове живут около 300 рыбаков. Приятного аппетита. Не успел я сойти с лодки, как местная детвора бросилась меня приветствовать. На острове царит расслабляющая атмосфера. Я как будто попал в другой мир. Привет! Деревня кажется очень гостеприимной. По ощущениям, я попал в настоящую, незатронутую цивилизацией рыбацкую деревню. Но как же здесь жарко. Я направился туда, где собрались жители деревни. Привет, привет. Как дела? Нормально. Я думал, что это деревенская администрация, а оказалось, что это бар. Всего в этой деревеньке 5 баров. Я заглянул внутрь. Бар больше похож на магазинчик. Сколько человек здесь живет? Около 300. Из них где-то 120 рыбаков. 120? Это что, тигровая рыба? Тигровая рыба. Ну и зубы. Мне так и не удалось поймать тигровую рыбу. Веленая рыба очень вкусная. Ясно. Здесь они готовят рыбу. На кухне сейчас как раз что-то готовят. Пытаясь понять, как они готовят рыбу, я наглотался дыма. Деревня совсем маленькая, но у ее жителей есть все необходимое. Эта улица похожа на рынок. На ней много таких вот небольших магазинчиков со всякой всячиной. Здесь нет заборов, и двери во все дома всегда открыты. Интересно. Что они делают? Привет. Привет. Как дела? Я познакомился с большой семьей. Вот это мой младший брат. Твой брат? Да. Мои кузены. Кузены? Мой старший брат, старший брат. И мой дядя, дядя. А вон там две мои жены. Две жены? Да, передняя – это первая жена, а за ней стоит вторая жена. Большая семья. Да, семья большая. Вот так выглядит типичная деревенская кухня. Она, наверное, обед готовит. Какая интересная печка. Посмотрю поближе. Эти чудесные люди пригласили меня к себе, хотя и я заявился незваным. Это ваши дети? Живут они очень просто. Как это ни странно, но этот дом построили из глины, чтобы защититься от африканской жары. Этот дом построен из глины. Снаружи сейчас очень жарко. Это больше 35 градусов. Но внутри довольно прохладно. Комфортно. Правительство старается поощрять рыбную ловлю. У нас в Зимбабве была проблема. В 2008-м в Зимбабве случилась гиперинфляция. И теперь правительство пытается заинтересовать людей, создавая рыбные кооперативы. Многие горожане начали перебираться на острова. Эта деревня образовалась в результате миграционной политики. Поэтому у большинства ее жителей есть дом и здесь, на острове, и в городе. Привет. Привет. Во дворе перед домом женщины делают сети. Они делают их из нейлоновых мешков. Вот это нейлоновый мешок. Они его разматывают, а потом снова сматывают в сеть. Смотрите, как интересно. Чтобы быстрее изготавливать сеть, они используют подошву от тапка. Правда, это потрясающая идея. Вот кто умеет использовать вещи по-разному. Я пытаюсь повторить за ними. После пары попыток у меня ничего не получилось. Его нужно как-то размотать. Как они вообще до этого додумались. А где твоя лодка? Она вон там. Вон там? Да. Они собрались на рыбалку, и я поеду вместе с ними. Да. Они забрасывают сети, чтобы поймать рыбу. Интересно, каким будет их улов. Днем стоит дикая жара, поэтому они вытягивают сети ближе к вечеру. Они вытягивают сети, которые забросили сегодня утром. Обычно на рыбалку выходят дважды в день. Один раз утром и один раз вечером. Мне тоже интересно попробовать. Вот так. Здорово. Интересно, какую рыбу они поймали? Что-то они очень долго вытягивают сети. И вот, наконец, рыба. Я поймал рыбу в Африке. Это пресноводная рыба тилапия. Я делаю здесь столько всего, что прежде не делал. Мне сказали, что в среднем они ловят по 20-30 килограммов в день. А в хорошую погоду мы ловим до 100 килограммов. Правда? 100 килограммов? Да. Это же круто. Все зависит от погоды. От погоды? Да. Похоже, у всех сегодня был богатый улов. В озере Кариба водится много видов рыб, включая тигровую рыбу, тилапию и сардины. При этом тигровая рыба встречается чаще всего. Надеюсь, я им не слишком мешал на рыбалке. Может, если бы не я, то они больше бы поймали. Пойманную рыбу сразу же продают. Каждые 2-3 дня на остров приходит лодка, скупающая рыбу. В дни, когда лодки нет, рыбаки чистят и вялят рыбу. Вот так. Вяленая тигровая рыба здесь очень популярна. Рыбак, за которым я увязался, пригласил меня на ужин. В меню будет рыба из сегодняшнего улова. И в добавление к ней курица. Ух ты! Сколько разной еды. Будто на праздник попал. Спасибо. За ужином собираются все члены этой большой семьи. На, ешь хорошо. Во время ужина здесь царит веселый хаос. Я хочу попробовать. Видите, здесь собрались все жители деревни. Должно быть, их заинтересовал иностранец из далекой страны. Сначала ешь рыбу, а потом ешь садзу. Садзу? Да. Их веселит все, что бы я ни сделал. По-моему, счастье – это не обладание материальными благами, а возможность почувствовать теплоту других людей. У рыбы очень легкий приятный вкус. С рыбой я ем садзу – самое распространенное блюдо в Африке. Кажется, я, наконец, начал правильно питаться. Здорово. Рыбалкой занимаются почти все мужчины. Утром мы отдыхаем, пьем чай, потом начинаем готовиться к вечерней рыбалке. Вечером забрасываем сети и ждем, когда в них набьется рыба. На обед мы едим рыбу и садзу. Иногда говядину или свинину. То же самое мы едим и на ужин. А потом все повторяется. И так каждый день. Все повторяется? Да, изо дня в день. Вот так мы здесь и живем. На следующий день я возвращаюсь к озеру Кариба, чтобы успеть на прогулочную лодку. Говорят, что насладиться пейзажами озера Кариба можно только во время такой вот прогулки. Лодка плывет медленно. Спешить нам некуда. Жизнь людей проходит на берегах этого озера. На чистом голубом небе появилась прекрасная радуга. Я решил, что это подарок для меня от озера Кариба. Первый раз вижу такую огромную радугу. Смотрите, она двойная. Красота. Неторопливая прогулка и чудесные пейзажи озера Кариба настраивают на романтический лад. Во время такой прогулки можно увидеть всех диких животных, обитающих в самом озере или неподалеку от него. Это живописное озеро навсегда останется в моем сердце. Такие разные судьбы местных жителей на фоне величественной природы. Природа и люди Африки вот что я увезу отсюда и навсегда сохраню в своем сердце. Если я когда-нибудь вернусь сюда, мне кажется, мое сердце будет гораздо больше. Африка. Африка. Это удивительная страна, где природа проявилась во всей своей красе. Захватывающий дух пейзажа позволили мне ощутить вкус истинной свободы. А разнообразие диких животных, обитающих на этой земле, произвело на меня неизгладимое впечатление. В этом путешествии исполнилась моя заветная мечта о посещении Африки. Для меня это было радостное, незабываемое приключение. Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Лоба, лоба, биси и лоба. Лоба, лоба, биси и лоба. Лоба, лоба.